Более 11 тысяч казахстанцев получили образование за границей по международной стипензии Булашак. Это программа, которая стала прорывной в нашей стране, была инициирована и принята в далеком в 93-м году первым президентом Казахстана. С тех пор молодые люди обучаются в самых престижных вузах мира, потом, возвращаясь на родину, делятся ценным опытом. С выпускниками образовательной программы встретилась Динара Сабитова. На счету у врача Ганиту Лебергенова сотни спасенных жизни казахстанцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он говорит, что с детства мечтал носить белый халат и внести вклад в укрепление здоровья нации. В 2015 году программа Булашак позволила ему усовершенствовать свои навыки в Литве. За его заслуги в 2019 году он получил звание лучшего врача в городе. Можно сказать, что эта беспрецедентная в мире программа является одним из подарков независимости молодым специалистам. Это именно то, чем можно гордиться. Она открывает множество возможностей. В 2010 году Гульмира Каная, возглавляющая Казахский национальный женский педагогический университет, поступила в магистратуру в университете Уорвик в Великобритании. Также она защитила диссертацию докторантов в Кембриджском университете. В настоящее время она с удовольствием делится полученными за рубежом знаниями со своими студентами. А в этом году впервые при поддержке президента было выделено 500 грантов на прохождение научной стажировки. Я думаю, главное, что дала мне данная программа, это возможность по-разному смотреть на вещи в повседневной жизни, принимать другие решения, действовать, менять отношения с людьми в целом, а также повысить уверенность в себе как личности и связать полученные знания с имеющимся опытом. За 28 лет существования программы 11 399 казахстанцев получили образование в 300 лучших учебных заведениях в 36 странах мира.